Первый сюжет о Духе Святом, когда я рассказывал, что это такое Дух Святой, то есть я сначала как бы коснулся о том, что Дух Святой это в принципе растительное сознание, это Дух растительного сознания. Ну и дальше там разные рассказки облепилось и не очень эту тему развивал, то есть сейчас хочу немножко по-другому подойти к этому и начну с того, что да, действительно, я считаю, что понятие Святой Дух произошло от, благодаря, вернее, растительному сознанию, то есть были такие товарищи друиды, все вы знаете, да, они там, кто говорит, молились на теле, кто говорит, разные версии существуют, вот, ну на самом деле все гораздо сложнее, все гораздо проще, то есть начнем с того, что как как это, как все развивалось, это моя точка зрения, не считайте ее никогда абсолютно. Слушайте, смотрите, но точка зрения есть точка зрения. Я уже много лет интересуюсь этими вещами и мне вот пришло такое понимание, у вас, возможно, будет свое понимание какое-то, тысячи пониманий в этом мире существуют. Итак, человек слез с деревом, все знают, да, то есть он был когда-то обезьяной, фактически был обезьяной. Все археологические раскопки показывают, что трансформация происходила, происходила и вот из черепа обезьяны потихоньку-потихоньку появились вот у нас такие черепа современные. Выходит так, что обезьяны очень тесно были связаны с деревьями и они обычно не живут на открытых местах, они живут, крупные обезьяны живут там в джунглях, мелкие могут жить в саваннах, но поблизости деревьев, исходя из мер безопасности, чтобы прятаться. В общем, обезьяны, люди, как и люди, тесно связаны с деревьями, вот, и говорят, что там два, два с половиной миллиона лет назад, обезьяны слезли деревьев, пусть два с половиной миллиона лет назад они слезли. Это огромный период времени. Трансформация шла, но человек никогда не отходил от деревьев, всегда был возле деревьев. Там, где деревья, там тень, там, где деревья, там топливо, палочки, дрова, дерево всегда было с человеком. И это настолько привычно, что мы просто не замечаем, что деревья это тоже живые существа, они тоже растут, живут и имеют сознание. Но еще вот уже там двести тысяч лет назад, триста тысяч лет назад, ученые, современные современные ученые говорят о том, что кроме друидов были дровиды, то есть дровиды, дровиды. Друиды, дровиды, очень близкое такое понятие, да? Друиды, дровиды, очень подозрительно. Но дровиды гораздо древнее, чем друиды. И вполне может оказаться, а я настаиваю на этом, буду доказывать, доказывать на примерах, что дровиды это есть как бы идейные предки друидов. То есть мы не будем брать никогда национальные признаки. То есть этот мир всегда мешался, определенные группы людей, они жили родинами, родами, нормально жили, они перемещались по всей Азии. Некоторые оседлые были, некоторые перемещались, информация обменивалась. Этот обмен информации приводил к тому трансформации названий. Если было у дровидов официальное название, их собственное, личное, откуда оно взялось у современных ученых, я не знаю. Если у них были личные дровиды, то друиды, то их идейные предки, которые взяли их идею и перенесли ее просто на другую часть континента, который впоследствии многократно оледенением, шапкой оледенения отрезался от Индии, от Европы. То есть эту часть приморскую, прибалтийскую, так называемую сейчас, от источника. И они там самостоятельно развивали свою культуру. Потом ледники падали, они обратно переходили, начали ходить. И вот этот весь процесс практически постоянно происходил. И вот эти, кроме дровиды, что из себя представляют дровиды? То есть, если с друидами все понятно, да, они как бы были в Европе, и они поклонялись деревьям, но в определенный момент христианство просто их вытеснуло, просто обрубило, и они, не выдержав конкуренции, перестали существовать. Значит, а куда делись дровиды? Дровиды никуда не делись. Дровиды – это форма поклонения дереву. Это, и вот если вы приедете в Индию, если вы приедете в Непал, вы увидите, что большинство деревьев, крупных деревьев в городах или в маленьких городишках, в селах, они огорожены. Вокруг них делается такой пьедестач, очень практично посидеть под деревом. Не у всех деревьев есть такая крона, но пьедестач существует. Теперь возле каждого дерева устанавливается там алтарик, устанавливается там какой-то трезубец Шивы, или же фотография Ханумана, или же фотографию Робин Дренадо – это город. Все есть в фильмах, я все снимал. Эта культура никуда не делась. Самое смешное, что наша елочка наряженная – это тоже из культуры индийской, травмитской, пришла к нам через друидов, через, потом как их назвать, Святой Николай, Святой Николай. Вот это все перемешалось. Найти корни сейчас очень сложно, потому что начало письменности не так давно, 2000 лет, 3000 лет назад было. А до этого было язычество, устная передача информации. И поэтому вот дровиды. Что такое дровид? Я так часто наблюдал за индийцами. Они особенно ночью любят прийти, в дерево сесть и посидеть. То есть дерево бодхи. Будда получил просветление под деревом. То есть дерево – это основа, основополагающего бодхи, это просветление на востоке. Запад информацию как бы обрубает, и получается, что мы имеем Святой Дух. То есть его как бы сделали независимым от дерева. Он как бы сам по себе. И потерял источник. То есть весь источник информации теперь хранится у священнослужителей. То есть у богов, которые должны нам давать его. То есть нам уже не дерево Святой Дух дает, или Дух растительного сознания, а священнослужителей. То есть это уже социально обусловлено. И то есть себе кто-то делал институту своему, кто-то значимость придает. Вот это культура уже пост-автум, врамистическая, христианская. Она как бы философски ограничена. Она копировала все знания из Востока. То есть у тех же Дравидов. Что такое Дравид? Дравид – это абсолютный буряк. То есть черный какой-то черномазый человечек. Абсолютно не чернейший. Он приходит, он нищий. Он приходит, он садится возле дерева и просто сидит. Их миллиарды были за все это время, за все существование таких человечков. Они просто сидели. Они сказать, они передать что-то не могли. У них как бы передача информации была – дело как я. И все будет хорошо. И вот те люди, которые имели свои роды, они занимались земледелием, они занимались добыванием пищи, кормлением свиньи. А эти бедолаги – нищие. Они просто сидели возле деревьев. То есть как бы йоги первые. Потом йоги стали. Потом некоторые из них начали там делать ноги за голову за это самое. И развлекать публику. Кто как может. Тоже способ существования такой. Вот. А именно в этот способ они начали… Голодные и бедные, сидя в тишине абсолютного покоя, они попадали в Мурману. То есть это были великие практики, никчемнейшие людишки. Вот. Они… Главная их проблема в том, что они не могли передать, передавать информацию. Когда у них появились ученики Запада, там, 50, 60, 70 тысяч лет назад. Вот. Когда волны вот эти хождения начались, тогда более продвинутые западные люди… А почему люди продвинутые? Они продвинутые потому, чем труднее человеку, чем он больше препятствий в своей жизни получает, тем он опытнее, тем более жизненный. Вот. И поэтому те педагоги, которые сидели под солнышком, там жарко, печет солнышко всегда, они так и сидели, они так и сидят, вот эти все сотни, 2-3-4 сотни лет под деревьями сидели, вот каждое поколение. Вот. И уходили себе там в нервант. Все. То есть это дети деревьев. Чистые дети деревьев. Бессловесные абсолютно. Вот. Когда пришли люди с Запада, они взяли эту технику, они ее перевели в себе и получил целый институт друидов. То есть оформился институт друидов. Вот. Кто же были те, которые ходили, переносили? Западная Бенгалия, это там Бангладеш и часть Индии. Вот. Там сохранилась культура Баулов. Баулов тоже говорю в своих сюжетах о них часто. Это практически бродячие музыканты. То есть если цыгане, они как бы семейные роды свои строят, ну это практически те же самые цыгане, только более закрученные на искусстве. То есть у них есть определенная линия передачи. И их тексты полны изотерики. Их тексты полны вещей, которые обычный человек, которые вроде крестьяне вокруг даже и не крестьяне, просто не понимают. Они поют о сознании, они поют о энергии, солнце. Они могут на любой основе существовать. Они могут на исламе существовать, они могут существовать на язычестве, они могут на шиваизме, на брахмаизме. Любое. То есть им нет значения, в какой они сидят. Главное, что объединяет – это искусство. То есть они садятся, джемсейшн, и начинают играть на своих инструментах, на чем угодно, на грехотке. Там у них большое, это самое, в сюжетах у меня все это есть. Мыadas завистью. Иастья Субтитры подогнал «Симон» 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 А те настоящие, они только видят наши. И существует верхушка, которая именно реализована, то есть без всяких идеологий, только с помощью текстов исторических из песен, текстов изотериков, даже тайных текстов. Что такое тайна? Тайна – это то, что мы не знаем. То, что мы не знаем. Много ли мы знаем? Что знает человек? Его знания ограничены чем-то. И все, что это тайна вокруг нас. А они именно о сознании, о мироздании, вот эти тексты. И когда многие из них доходят до определенного уровня большего, то есть это вот есть эти святые люди. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok То есть смешно. И все представляют, что они с какими-то там саблями ходили. Нет, не с какими-то. Ария – это музыкальное произведение. То есть люди несли культуру, несли идеологию. Они ходили, учили, пели, развлекали. Вот. И это те же волкхвы наши. К Иисусу Христу приходили три мага, три кроля. Сейчас в католичестве есть в Польше праздник в январе. Трех королей. Представляете? Те, которые приходили в волкхвы, которые приходили к Иисусу Христу, их называют где-то магами, где-то это короли назывались. Они имели реальный авторитет. Их боялись, их уважали. Они были магами. Они больше соображали, больше шурупили, больше знали мира. Они постоянно ходили. Вот. И вот это была фактически система образования. И главной темой в этом образовании именно был Дух Святой. То есть тот Дух, то сознание чистое, нормальное, которое они переносили его. Они везде его, у них везде оставляли своих людей. Они оставляли идеологию. И люди жили этим. Знаете, вот из слова «собирай баулы». То есть, значит, в дорогу, дорогой. То есть пора уже идти за знаниями, пора в ученичество идти. И единицы шире. И вот дальше касаясь истории. Деревья. Вот я сейчас не могу, как бы, продолжить тему Духа Святого, хотя это очень интересная тема в глобальном масштабе, да. Смогут ли люди жить без деревьев? Не являются ли эти... Фильм, как его, там, этот, про этого хвостатого... Забыл. В общем, фантастика космическая, да. Ещё этих пьяниц называли. Как же её называли? Забыл. Ну, в общем, неважно. Смысл в том, что деревья – это... Вот сейчас вот у нас для телефонов есть вышки, да, делают, чтобы и для телевидения, для радио, для всего вышки делают. А деревья – это передатчики для нашего сознания, для наших мыслей. Это всё вот пространство. То есть поле нашего сознания, общего. Мы имеем общее сознание. Все. Я, ты. Общее сознание у нас. И когда у кого-то, в данный момент, если бы у меня сейчас был страх, ты тоже его почувствуешь, этот страх. Тоже. Это как секс по телефону. Или же такое. Эмоции все передаются абсолютно. И они летают. И возможно, возможно, я эту тему очень слабо разработал, но мне кажется, что деревья играют свою функцию в нашем сознании. То есть они тоже, как, не только кислород, употребляют углекислый газ и кормят нас этим кислородом, они ещё исполняют функцию передатчика сознания. То есть они держат это сознание чисто. Держат пространство. Я просто не представляю, как люди полетят на Марс и там смогут жить, допустим, год. Они с ума сойдут. Просто всё, полностью. У них крыша съедет полнейшая. Здесь они могут, а там, не знаю, сначала пускай на Луну попробуют там пожить чуть-чуть. Но не в этом дело. Смысл в том, что именно Дух Святой – вот это чистое сознание дерево. И язычники, так называемые, это не что иное, как передача информации, устная передача информации. То есть революция первая произошла тогда, когда люди придумали письменность, когда появился санскрипт, то есть полностью совершенно форма письменности, которая налаживалась на любой язык, и люди начали передавать информацию другим людям без личного контакта. Раньше информацию передавал учитель, актер, кто угодно, личностным. И человек получал ее в том виде, в котором она была. А когда книжку читаешь, ты начинаешь ее интерпретировать по-своему. И поэтому все искажения и вот эти религиозные раствори произошли только из-за того, что вот появилась письменность, которая как бы прогрессивная, является прогрессивным. А язычники оказались не прогрессивными, но они жили в гармонии только лишь. И мир был полный гармонии, так сказать, потерянный рай, добиблейский рай, когда не было понятия добра и зла, и передача была нормальная. И не нужно думать, что, как сейчас рисуют вот эта культура, что звери жили какие-то, ходили там, убивали друг друга. Да ничего они не убивали, там не было насилия. Вот сейчас посмотрите в Индии, они драться не умеют. Это же нужно быть таким тупым, чтобы доказывать, доказывать, что до библейского периода, что люди были зверями, зверьми. Ничего подобного. Вот еще в 1700 каком-то году офицер шведский попал в Сибирь нашу, там, где еще христианство, нос только только замочило. И говорит, там чистые простофили живут, простые открыты, они лжи, они не могут врать, они ничего не умели. Они были простые, нормальные, открытые люди. И врали только те, которые с монахами христианскими якшались. Вот оттуда пошло вот это добро и зло. Не знали люди добра и зла. Было так, как есть, натурально. И они друг друга не хотели, не было корости. Делали и нормально между собой. И в Индии люди так живут. Испокон веков Индия закрылась, Непал закрылся, Бутан с этими большими этами. И все. И Дух Святой там существует. Абсолютно. Дерево – это символ, это лекарь души человеческой. Каждое дерево. Посмотрите в сюжетах. В каждом сюжете есть дерево, которое огорожено. Маленькое дерево огорожено таким, не то что для красоты, просто для безопасности. Оно вырастет нашим детям. Это все этот от меня. А возле каждого дерева какой-то божок насаживал. Авторитет. Это понятия Бога не было вообще тогда. Вот. Божественно обожествили власть. Власть обожествили. Потом уже Бога придумали единого, когда уже абстрактного. Уже когда на евреях хитрую сына Абраму сидел думал, почему в этом прекрасном мире нету хозяина единой. И придумал единого хозяина. Концепцию. Вот, пожалуйста, концепция. Но ведь мир есть такой, как он есть, и ничего в нем не изменяет. Только мы описываем его по-разному. Христиане описывают, описывают, понимаете, описывают по-разному. Так. Вуддисты так описывают. Мусульнами так описывают. Мало того, что разным языком, так еще и концепции разные. Демократы так описывают. Капиталисты так описывают. Коммунисты по-своему. И вот этот бардак создался из-за того, что люди описывают этот мир. А он же такой, он же не изменяется. Только в головах названия меняются. И в глюках люди живут. Вот поэтому наш дух, как говорят, русский дух. Что такое русский дух? Мы находимся на Азии. И в следующем сюжете я вам расскажу про Асию. Как я понимаю, что такое Азия. То есть последнее мои изыскание. Всего-всего. Пока-пока. 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 Так это jó. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...